Вопрос на миллион. На каком языке говорил султан Сулейман и вся высшая аристократия Османской империи? И сейчас не торопитесь, так как турецкий, о ужас, был всего лишь одним из основных языков для общения внутри империи. Я не знаю. Вообще, Османская империя строилась по принципу Византийской и Римской империи, в которые входило огромное число государств и народов. Так, внутри империи говорили на боснийском, болгарском, сербском, венгерском, русском, украинском, армянском, курдском и малых языках Северного Кавказа. Это было нормально. Точно так же считалось, что позволять жить национальным анклавам внутри империи, при условии, что анклавами вовремя платилась дань и комплектовалась армия, это нормально. Османы не переучивали и не запрещали народам, вошедшим в империю, пользоваться собственным языком. Но что-то должно было цементировать народы внутри империи, связывать воедино их законы, торговлю, административное управление. И хоть на турецком писались стихи и книги, на нем общались купцы, в некотором смысле он стал языком повседневным, но не административным. Если у римлян официальным целем служил латинский, у сельджуков Кагдань традициям использовался арабский. Прародителями Османской империи были люди, говорившие на тюркском языке, но испытывающие влияние сельджукской бюрократии, языком которой оставался арабский. Интеллектуальная элита Османа адаптировала арабский под использование собственным бюрократическим аппаратом. Так что в специальных школах для будущих администраторов, эндерунах, арабский был обязательной частью программы. Турецкий, арабский и персидский языки были необходимым минимумом, который должен был знать каждый уважающий себя управленец и интеллигент того времени. А с 19 века к таким языкам присоединился еще и французский. А как вы думаете, смогли бы вы освоить 5 языков за школьную программу? Обязательно пишите в комментариях, подписывайтесь на канал и смотрите новые серии нашего увлекательного шоу об Османской империи. Пока-пока!